Друзья мои, всем большой привет! Отгадайте загадку, почему я стараюсь носить все время на одном плече, допустим, доску, а вторая рука мне постоянно свободна, ведь можно было маленько разгрузить плечо, взять пару досок в другую руку, ну или просто принести на две доски больше, либо нести в какой-нибудь груз еще добавоченный. Отгадайте, почему я оставляю вторую руку всегда свободной, практически всегда. А в следующем выпуске я скажу правильный ответ. А сегодня мы проведем день здесь опять же у землянки, маленько попостроимся, маленько поколотимся, ну и я строю планы на завтрашний день. Буду держать больше в секрете, но об этом вы все тоже по порядку узнаете. Друзья, в течение двух суток уже не было дождя, я думаю, есть смысл сходить до реки, принести ведро и лейку воды и полить наш огородик. Для тех, кто не знает, поливать лучше либо с раннего утра, либо попозже вечером, в солнцепек никто не поливает, чтобы температура воздуха на улице была минимальной. Можно ночью, сидевать нечего, по ночам, но днем, в жару никто не поливает. Так, кто тут у меня откусил лук, в принципе, лук, можно даже попробовать. Одобряю. Скоро будем пирожки срятать из лука. Но для этого сначала отходим, водички все-таки принесем. Но я не про сегодняшний день, не точно. Сегодня оттряпать в планах не было. Да и не умею сначала рецепты где-то поискать. Но будет интересно, я думаю. Комары начинают отливать. Не люблю я эти приспособления все. Я от них чихаю, когда в нос попадает. А трудно не попшикаться, чтобы не попало в нос. Он все равно парит в воздухе. Вот теперь можно идти к реке. Минусы низких потоков. Нагибаться надо, не в этом даже караться. Ведем лейку, ведем ведро. Отправляемся за водичкой. В левой руке дну в леку и принесу 6 литров всего. Правой, то есть. И так разобраться. Поливать сегодня было бы и не обязательно. Но завтра я здесь точно не появлюсь. А завтра не факт, что было дождь. То тогда уже лучше полить сегодня. Картошку тоже обычно не поливают. Но я одну леечку использую. Даже можно пол леечки хотя бы так слегка. Хуже не будет. Картошка вырастает. Хорошо сама. Даже сравнительно гордкое лето. Но все равно, когда влаги мало, лето сухое, картошка растет хуже намного. Красота. Свежачок. Растет. Красиво все. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но каждый день, когда смотришь, прибавляется. Видно, что вырастают. Недавно еще не могли найти, где морковка торчит. А вот она уже. Здесь. Здесь это. Вот это. Кому интересно. Можно потом пересадить будет, когда разрастется. Это редиска. Несколько зелени осталось. Я их просто так кинул. Потому что там у меня ровно в три полоски вышло. И они проросли. Подсолнухи, где я только не крихал, семена нигде не выскочило. Так что вот не знаю. Возможно, и вырастет где-то, но пока не видно. Хотя, друзья, по поводу семечек. Вот я тут штыкал. И вот это очень похоже на скорлупку, да, семечки. И вот это тоже. Посмотрите. Похоже, его подсолнухи будут, да, да. Вот это вот скорлупки, семечек. Это пальцем протыкал землю. Мало где вышло, но вот здесь три семечки проколупнуло в одном месте. Здесь семечка одна. Я также кидал, по-моему, на крыше пару штучек. Садил семечек. Так их разбрасывал где-то. И туда, где отходы очистки всякую фигню скидывал. Там тоже семечки кидал. Потому что и воду от вас склеваем грязную. Так что вполне может быть, что что-то в нас тут проклинется там. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...